Часто говорят, что между близнецами существует прочная невидимая связь, которую ученые всего мира никак не могут объяснить. Одни эксперты считают, что это лишь вымысел, однако случай, произошедший в 2020 году, служит лучшим подтверждением того, что чудеса случаются. Сегодня вы услышите историю двух очаровательных близнецов Эрика и Кевина. Когда Ханна и ее супруг узнали, что у них будут близнецы, то счастью супругов не было предела. Вот только у судьбы были на них свои планы. В октябре, задолго до назначенного срока родов, у 29-летней женщины начались преждевременные схватки. Это была лишь 25-я неделя беременности, а муж, не теряя ни секунды драгоценного времени, отвез супругу в больницу. Врачи сразу поняли, что преждевременные роды неизбежны и направили женщину в операционную. Вскоре из ее утробы появились на свет два крохотных мальчика. Эрик весил 900 грамм, а Кевин всего 700. Врачи пообещали сделать все возможное, чтобы спасти обоих малышей. В то время как Эрик быстро набирал вес и догнал нужные показатели всего за месяц, Кевин оставался слабым и болезненным, а врачи все больше сомневались, что он сможет выжить. Эрика выписали из больницы, в то время как Кевин уже два месяца находился в отделении реанимации в инкубаторе, так как он не мог самостоятельно дышать. Несмотря на хмурые лица врачей, Ханна с супругом не теряли надежды. У пары, помимо близнецов, уже было двое старших детей, и они жили в 50 километрах от больницы. Тем не менее, Ханна старалась находиться с совсем слабеньким Кевином как можно чаще. Однажды Ханна, как обычно, приехала в отделение для новорожденных, где медсестра, опустив глаза, попросила ее срочно пройти в кабинет главного врача. Доктор не стал лукавить и предупредил женщину, что с каждым днем шансы Кевина на выживание стремительно уменьшаются, из-за чего посетительница чуть не упала в обморок. Главврач также посоветовал семье попрощаться с малышом, так как его крохотное сердечко могло остановиться в любой момент. Убитые горем родители не могли сдержать слез, понимая, что теперь все в руках судьбы. На следующий день супруги привезли с собой Эрика, чтобы тот смог попрощаться с младшим братом. Здорового мальчика поместили в инкубатор к брату, чтобы тот смог почувствовать его рядом, скорее всего, в последний раз. Неожиданно для всех Эрик повернулся к младшему брату и нежно обнял его своей маленькой ручкой. Дети провели рядом всего пять минут, но этого хватило, чтобы произошло маленькое чудо. Буквально через несколько часов состояние Кевина начало стабилизироваться, что даже позволило врачам снизить количество подаваемого в его легкие кислорода. Когда на следующий день супругам позвонил доктор и сказал, что состояние Кевина снова начало ухудшаться, те уже знали, что делать. Добравшись до больницы, родители сразу же поместили Эрика рядом с младшим братом и, как в прошлый раз, его показатели вскоре нормализовались. Конечно, никто не мог с уверенностью сказать, что это произошло благодаря Эрику, однако родители близнецов были абсолютно в этом уверены. Врачи лишь пожимали плечами и констатировали улучшения. Кевина, которому уже через пять дней таких визитов отключили аппарат искусственной вентиляции легких, и он смог дышать самостоятельно. Близость с близнецом помогла малышу полностью восстановиться, и через несколько недель счастливые родители забрали его домой. А в октябре 2021 года близнецы отпраздновали свой первый день рождения. Британские ученые по результатам многочисленных наблюдений пришли к выводу, что для наилучшего самочувствия близнецам нужно находиться вместе как можно чаще. Научных подтверждений этого нет, но на примере Эрика и Кевина прекрасно видно, что связь между близнецами существует, и она очень сильная. Ученым еще предстоит разгадать эту великую тайну, а близнецы тем временем растут и крепнут на радость своим родителям. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok